улочка на которой мы с вами сейчас друзья находимся это город санта-круз буквально в квартале от океана она параллельно набережной идет и вот этот желтый домик продается мы зайдем туда у нас нет такого узкого интереса но у нас есть приятель который что-то ищет мы думаем давай ка мы для него заснимем может быть он заинтересуется предлагают его за 995 он довольно старый 47 года и в общем-то там много работы с ним но место само по себе совершенно потрясающе здесь много хороших дорогих домов сделанных крупных в общем так на всю катушку поэтому место место замечательно это входная дверь и мы смотрим внутри на этот дом лестница на второй этаж пошла тут конечно старенькое все и света нет поэтому немножко темно ну вот видите паркетный пол это бедрум это бедрум тут еще припахивает плесенью искал такой домик требует конечно работы непростой домик это бедрум идем дальше по коридорчику ванная ну какая есть старенькая все неприглядненькая окей шкафчик тут слева тут немножко света больше тут еще один бедрум такие странно покрашенные стены знаете друзья давно я такого не видал вот детская какая-то спаленка была так идем дальше мы заскочили буквально тут уже все как бы закончилось но вот как-то агентка еще не ушла так здесь что-то такое странное мы сейчас на кухню попадем вот так бой туда просто дверь должна была убыть но и нет это кухня ей наверное лет сто но я так вот ее конечно тут такой я вот так немножко приседаю пол линолеум плиточка линолеумная припахивает подбанивает я даже сказал так так ага вот мы круг сделали значит вот так вообще когда мебели нет в доме конечно ведь не тот ну так вот значит там у меня здесь наверное дайнинг должен был убить где мы с находимся а там уже вот такая большая комната светлана с агенткой беседует давайте я теперь на второй этаж идем на второй этаж дом выставлен за девятьсот девяносто пять тысяч друзья миллион но тут видите работы много и даже не то что вот так миллион и въехать так на втором этаже есть место так значит это что же такое это даже не знаю какая-то темная комната а стиралка сушилка я понял здесь такая стиралка сушилка поворачиваемся налево туалетик такой я бы сказал даже просторный туалетик да а вот вид в окошко смотрите из туалетика ладно идем идем дальше по второму этажу ну тут такой бедрум вот он бедрум с такой нишей даже даже так так вот так хорошо идем дальше это до океана от этого дома метров я не знаю ну совсем ничего вот вообще ничего полминуты так вот еще один бедрум так и он такой знаете тоже с нишей в чем смысл этих ниш я не очень понимаю тут шкаф конечно и вот за счет этого шкафа ниша даже не знаю в общем вот так и за спиной у меня проход куда ты проход и куда куда же он проход вот ой е-мое тут какие-то трубы слева справа можно сказать крыша так а мы идем прямо и попадаем в такую очень странную комнату между нами так думаешь как бы не провалиться куда и всюду подванивает гниль видите подоконник мокрый душник идет здесь подтекает да очень давно оттуда подваливается этих с чердаков очень странное место так ну что мне кажется что домик мы посмотрели но там ну-ка сейчас я да вот видите вон там вон светлана пошла там еще один стоит он как бы гараж с чем-то пойдем посмотрим шли вот в отбор это гараж да свет это гараж на две машины так судя по количеству дверей окей так вот мы зашли сюда сейчас смотри здесь наполовину финишная комната в которой теоретически может быть сделано просто судей такой на сдачу да здесь есть вода то есть тут можно сделать туалет а где вода то вот вода для стиралки сушилки ну есть вода подведена подведена вода то есть тут можно сделать жилое потолок такой есть не важно фанюркой два блока от океана да шикарно а здесь еще гараж на две машины светлана какие были чемоданы раньше посмотри ох миша иди сюда да здесь еще гараж на две машины да которую эту стенку тоже можно расширить сделать эту комнату побольше так ну я бы сказал что это гараж на полторы машины так на две почему на две машины где же они тут тесненький ну он как бы тесненький гараж на две машины да отлично отлично а какой участок здесь ты знаешь да 5 5 750 до 6 до 6 соток так а площадь дома мы знаем да у меня записано вот вы понимаете что из-за этого гаража и драйвы вообще нет участка ну зачем он нужен то вот тут какая-то тычка стоит непонятная да и что бы это было такое господи что это это какой-то очаг так так это типа патио я так полагаю но понимаешь тут все идет слопдаун и поэтому склон склон такой вниз да дом немножко как бы да по основанию видно так пальмочки вот такое вот сооружение это вид сзади Свет вот этот дом 47 года да ты считаешь с ним что-то делали за это время нет абсолютно в первоздавном виде вот так строили друзья в 47 году нет если ты видишь на стенках это может быть что-то новое вот это вот стенки оригинальные желтые вот эти да это панели это да местоположение дома конечно потрясающе тут ничего не скажешь да хочу показать вам друзья кактусы как растут вот здесь у них такие совершенно замечательные кактусы да почему-то вот они любят кактусы вроде климат морской вот вот еще кактусы есть люди так увлекаются да а вот вы видите у них сетка на дереве если вам заметно чтобы птички плоды не склевали а что за плоды мне конечно так не догадаться свет что что скажешь про домик ну прежде всего скажу совершенно место потрясающе мы гуляем здесь рядом но мы никогда на этой улице не были здесь вся улица в перестраивающихся домах то есть конечно это все очень старая застройка там 50-е годы 47 год да 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 но там обновляется ну может быть снимем пару домов здесь на углу но этот дом он требует работы да это правда в нем жил какой-то пожилой человек крыша новая ну опять для чего вот это вонище там откуда о там кошки и собаки жили вот наверху там специальная комната там очевидно была либо кошачья комната либо собачья вот это они создают эту воду так вот но еще раз для чего использовать этот дом если его использовать вот как мы на дачу ездим да то и в принципе его можно более малой кровью привести к порядок если сюда наезжать то есть можно сделать косметику там дело в том что этот участок он мало того что наклонен назад и он еще наклонен сюда то есть он как вот по это вот вот так вот такой наклон сюда и сюда да хитрая поверхность на такой хитрой поверхности да и это внутри чувствовать там не совсем ровные полы но с другой стороны если использовать его как дачу ну приехал уехал ну хукерс какой там пол да там шикарные каменные полы деревянные полы которые можно подцикливать и все вот паркет нормальный паркет нормальный да но стенки надо поделать стенки шитрак там уже переделаны вот ты считаешь что допустим они хотят за него миллион он уйдет за миллион ух она сказала что он немножечко оверпрайс это она мне сказала и я говорю а как у вас она говорит у нас тоже рынок немножко медленный да но если там придет какой-то покупатель вот с нормальным оффером а они хотят чтобы продать его быстро вот то там можно ну хорошо допустим за 900 да но сколько нужно вот чтобы привести в чувство этот домик денежки ты понимаешь как все зависит от задачи если ты например хочешь все сносить это целое дело это очень все дорого если ты хочешь сделать косметический ремонт это все можно сделать за пару месяцев месяц два это можно все сделать а денежки ну если внутреннее все это не очень дорого стоит ну сколько пятьдесят тысяч ну может быть меньше даже потому что я посмотрела смотри у них крыша новая у них это самое water heater новый то есть там есть какие-то вещи которые со временем уже потрачены да уже потрачены там единственное что меня сильно как бы смутило да поскольку дом построен в сорок девятом году то там ступеньки соответствуют стандартам сорок девятого года лестница довольно крутая и сами ступенечки не глубокие у нас сейчас меньше фута ступеньки не делаются они там может быть восемь меньше так чего то есть ну как бы ты залезаешь это бочком как-то на крутую лесенку как-то так вот это я так не очень комфортно себя чувствую но с другой стороны там внизу две спальни если ты там детей хочешь наверх куда-то а сам внизу можно прекрасно внизу расположиться вот ну я считаю что для дачи это вообще шаг хорошо тут океан вообще рядом давай мы снимем вокруг вот то что тут какие домики давай давай прогуляемся да причем они это самое они начинают перестройку вот с той стороны там идет более центральная улица там более нового дома и потихоньку вот это все строительство двигается в эту сторону то есть там дома постарее вот на конце вот здесь такие старенькие еще обшарпаны а вот там уже поновее так что хотим пойти где поновее ну да давай снимем ну вот если у самого дома смотреть тут такие какие-то скромненькие скворечни стоят я бы сказал вот мы сейчас перейдем на эту сторону вот тут тоже старое все да это все такой потенциал вообще невероятный а потенциал в каком смысле что соседи начнут перестраиваться оно все будет и район станет получше и район станет невероятным просто да вот тут на самом деле довольно нетривиальная такая недвижимость стоит соседствует как это прошлый век с нынешним ну да да вот то что вот тут вообще как бы новый дом да вот тот что с правым совсем новый и это тоже новый вот этот это тоже новый со странным бревном в виде опоры ты понимаешь как у него бревном в виде опоры а посмотри вот в окно так у него в окне на втором этаже такие же деревянные эти самые эти самые поручни да вообще странное что-то очень странное ну еще раз каждый городит то что он хочет но во всяком случае это дом с претензией ну да безусловно а тут просто шикарно вот там гараж сзади на две машины и вот дом довольно большой я бы сказал симпатичный не знаю насколько новый очень симпатичный а на этой стороне улицы вообще надо сказать что здесь такая архитектура эклектическая эклектическая или как по-простому кто во что гораст если так не иностранным словом а по-русски так просто сказать смотри свет тут стройка прям идет что-то такое симпатичное люди строят большое а вон там дальше уже построили на углу вот мы дошли до угла вы видите там океан и тут вот буквально один квартал от океана и вот эта улица по которой мы сейчас шли это какой симпатичный дом свет очень симпатичный улица называется алта без претензий на что-то понимаешь без выпендрежья без всякого нормальный дом нормальный симпатичный и вон там дальше стоит такой знаешь типа модерновый такой уже с хорошим деревом можно хорошо ну 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 а и Продолжение следует...